Сдал оружие, получи вознаграждение и спи спокойно. Росгвардия Чувашия предлагает гражданам разоружиться. И добровольно сдать незарегистрированное огнестрельное оружие или боеприпасы. Подробнее Рифат Фадкулин. Карабины, винтовки, газовые и травматические пистолеты, гладкоствольное и нарезное охотничье оружие. Сегодня в Чувашии зарегистрировано 16,5 тысяч человек, у которых на хранении находится 26 тысяч единиц различного вида оружия. Добровольно сдать в полицию артефакты за вознаграждение стало возможно 4 года назад. И только за 17-й год в органы внутренних дел и подразделения Росгвардии принесли 75 единиц огнестрельного оружия, более 50 тысяч патронов различного калибра, 7 взрывных устройств и 1 килограмм пороха. Программой с начала года успели воспользоваться 17 человек. Они сдали почти 20 единиц оружия. Самый живой пример за февраль месяц только один из жителей Чуваксарского района привез 3 единицы оружия, которые он нашел в поле во время охоты. И за это полагается ему вознаграждение более 8 тысяч рублей за каждую единицу. Вот представьте, если он сдал 3 единицы, где-то 24 тысячи рублей он получит на руки. Пистолеты, ружья, самодельные обрезы зачастую фигурируют в криминальных сводках. Так, в прошлом году из незаконного оборота было изъято 140 единиц оружия и более тысячи боеприпасов. На этот год в Чувашии на добровольную сдачу выделено более 400 тысяч рублей. В последнее время вал пошел в город, как бы с населенных пунктов, деревень, люди приезжают к нам, сдают эти оружия, и мы им за добросовестные отношения к гражданскому долгу выплачиваем эти деньги. Росгвардия Чувашии напоминает. Незаконные приобретения, сбыт, хранение, передача, перевозка или ношение оружия. Его основных частей боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика.